Привет, мы уже поняли. Женя Мельник, да ты? Представься относительно роли в проекте, кто ты, вот автор идеи, или ты помогал, или ты находил людей, писал текст, снимал, что-то делал? Ну, я автор идеи и один из тех, кто занимался самой организацией и сборами людей, и написанием тексты, и самими съемками, и потом монтажом, и выкладыванием в интернет. А где вы, как вы находили у вас студентов по разным вузам, кто именно хочет написать, и писали ли сами люди, или это был какой-то текст заводованный? По поводу текста, мы написали текст, потом его немножко подкорректировали еще, разслали людям, которые в конечном итоге его говорили, ребята его прочитали, добавили свои какие-то изменения, мы его разбили на кусочки, ну и каждый говорил то, что он хотел говорить, в принципе. По поводу людей, в национальном университете Мишевченко мы созванивались с главой студрады, Инна, девочку зовут, она посоветовала нам романа, сказала, что это активист, и ему будет интересна такая работа, и он вот созвонился с ним, и сейчас каникулы в университетах идут, поэтому очень трудно было найти людей, собрать кого-либо. Но, к счастью, Рома оказался в Киеве, мы с ним созвонились, объяснили ему идею, ему очень понравилось, он сказал, да, окей, типа не проблема, занимаюсь. В КПИ мы сначала хотели одних, потом других, потом третьих, но никого не было в Киеве, соответственно, потом написали Жене Бульде, пресс-секретарю, и вот он сказал, что не проблема, ему надо уточнить, можно ли ему выступать от лица университета в руководство, потом, когда он получил это разрешение, он согласился и подтвердил то, что он примет участие в съемках. Давай к самому видео. Вот сейчас уже больше 2 миллионов, да, там 2 миллиона 100 тысяч где-то, да, просмотров? На канале, на ютубе. И раньше, в принципе, были такие обращения, были обращения одних студентов, других, по-моему, даже мы снимали какое-то видео обращение там год назад на Майдане. Почему вот именно ваше, вот вы попали в точку, вот вы как-то почувствовали настроение, или вот так, почему столько просмотров, почему такая бешеная популярность, почему подхватили все ресурсы? Скорее всего, мы просто тему именно самого видео обращения взяли, самое актуальное, которое сейчас есть, пропаганда и в нашей стране, и в России. И, соответственно, выразили мысли многих студентов и в Украине, в основном в Украине, благодаря им это видео разошлось и дошло до России. Просто за счет того, что выразили мнение очень многих людей, скорее всего так. А ты видишь пропаганда и в нашей стране, и в России? Да. У вас, ну, видео только про российское говорится. То есть... Ну, обращение было российским студентам. Наша пропаганда, она, ну, факт пропаганды есть, про государственные СМИ, они занимаются пропагандой, но она выражается в вот таком повышенном поднятии темы патриотизма и милитаризма. В России же там совершенно другая пропаганда. Ну, я не говорю, что там у нас лучше или у них хуже, но тем не менее, типа, сам факт пропаганды, он присутствует в обеих странах. Это плохо. И вот мы выступили с этим видеообращением к студентам России о том, чтобы прекратить вестись на эти информационные провокации. Ну, вот студенты России, наверное, ты замечал, в какой-то мере восприняли видео как посыл, что вот у вас есть пропаганда в России, а мы тут, в принципе, белые пушистые. Поэтому, собственно, комментарии там в российских интернетах отличаются от наших украинских. И там, ну, превалирует такое мнение, что там украинцы не нас считаете, вот мы тут так видим, а вот вы там тоже напарили. Возможно, не совсем те слова подобрали, но, допустим, в видеоролик, который уже первый ответ от студентов российской Калининграда, вот там действительно было то, о чем вы говорите, у нас все хорошо, а то у вас там проблемы. По сути, у нас был такой нейтральный, не затрагивали никаких, никого не обвиняли, не рассказывали кому что и как делать, просто подняли тему того, что существует такое понятие как пропаганда, и нам лучше в нем, как студентам, нам лучше в нем не принимать участие. Ага, а я вот говорю, потому что это Калининградская, но более распространенным стало. А были еще какие-то ответы от вузов? Какие? Ну, пока от России был один видеоролик от студентов Калининградского университета, но общаемся с многими российскими студентами, и была информация о том, что телеканал НТВ собирает студентов для того, чтобы записать видеообращения. Какие не записали? Ну, Андрей Бродницкий, если не Бродецкий, общался с журналисткой из этого телеканала, и она ему сказала о том, что да, они собираются записать, а постфактум они ответили, что у них перенасыщенные эфиры, видеообращения они сделают, но всунут его куда-то там попозже, чуть на неделе где-то. Пока еще нет никакого видеообращения, еще не видел. Прошло уже, да, времени больше, чем они обещали, но тем не менее. И еще есть студент Московского государственного университета, он тоже говорил о том, что он собирает ребят, они тоже планируют... В Ломоносовом? Да. Они собираются записать видеообращения, может еще от них дождемся. И все по университетам нет больше? Да, вот только два анонсирования. Там Синахидия еще упоминалась, Экзоны московские. В МГУ молодой человек, с которым я переписываешь, он сказал, что он соберет максимум представителей всех университетов, к которым мы обращались. Не знаю, получится у него или нет. Хорошо. Вот что насчет видео именно калининградских студентов. То есть тот же самый Андрей, которого ты упоминал, уже написал, что это ребята из организации «Бывшая наша», сеть, которые известны вот таким вот именно жестко прокремлевскими инициативами, проектами. Вы с ними как-то коммуницировали или нет, кроме этого видеообращения? И что вообще как авторы оригинального ролика думаете по этому? Ну, видеообращения их комментировать, не знаю. Там, пользуясь обычными штампами из обычных телеканалов российских, они пытались рассказать то, что у нас происходит в стране. Все. Какого-то намека на диалог или на понимание не было. И, скорее всего, они просто… Ну, мы как первые, кто обращались, остались неуслышанными с просьбой о том, чтобы проверять информацию и сомневаться в том, что получаем с телеканалов наших. Андрей, мне кажется, что это скатилось в такой какой-то интернет-холивар обычный, что вот вы, а вы тоже, а вы сами. Да. Скорее всего, в дальнейшем нужно… Мы сейчас как раз пытаемся собирать, если есть ребят, которым интересно дальнейшее общение с российским студентом, пытаемся собрать для того, чтобы понять, в каком формате и в каком направлении нужно дальше общаться. Третий ролик от Луганского медицинского. Вчера появился буквально. Что хотели ребята сказать этим роликам и вот получилось ли у них донести… Я не знаю, что они хотели сказать этим роликам. Понятно, что ребята сейчас попали в такую ситуацию, когда в их городе идут бомбежки и все это прекрасно понимают. Точно так все прекрасно понимают, что мир намного лучше… плохой мир намного лучше, чем хорошая война. Но именно какой-то мысли, месседж, который они хотели донести, я не услышал. Вернемся к вашему ролику. Вот этот твит Юры Каплана и газета КПИшник у нас рассматривал еще много в твиттере, там дурной реакции и обвинений в product placement. Естественно, вы занимаетесь этим мерчем, да, вот этим одеждой мусорской. И занимаетесь уже давно, и явно там не было вопроса, на какой канал заливать, и вы, ну, как любые разумные люди рассчитывали, что оно дойдет, даст какой-то прирост там подписчиков каналу. Но тут где-то product placement, и как вот вы не думали, что может надо отдельный канал, чтобы не обвиняли, или вот что-то такое? Нет, целью product placement это не было, это было обращение украинских студентов к российским студентам. Мы, как компания, которая занимается корпоративной культурой студенческой в Украине, посчитали, что кто, как не мы, должен записать такое видеообращение, собрать людей, собрать студентов и обратиться к нашим коллегам в России. По поводу Каплана и дальнейших там публикаций, ну, у кого что болит, если человек привык видеть во всем выгоду, то мне его не переубедить просто-напросто. То есть вы к этому относитесь как к продолжению такой идеологии компании, да? Ну да, оно так и есть просто, не то, что относитесь к этому, оно так и есть. Мы занимаемся развитием корпоративной культуры, и это и было нашей целью собрать студенческий актив и на своем месте делать какие-то вещи, которые помогут к завершению конфликта. Я не говорю, что этим роликом мы там остановим войну, если бы мы знали, каким роликом мы остановим войну, мы бы его сняли бы. Тем не менее, мы делали шаги в том направлении. Понятно, от себя что-то. Думаете, сомневаетесь, проверяйте. Скорее всего, да, это сейчас истинные слова. Сейчас очень много мы общаемся и с российскими студентами, общались, и сейчас общаемся еще больше. И пришли к тому, что очень много новостей, очень много сюжетов выпускаются и у них, и у нас на телеканалах. И после этих сюжетов люди начинают ненавидеть друг друга. Вот россияне ненавидят украинцев. Комментарии там опускаются до уровня оскорбления. Потому что это неправильно. И мы хотим, чтобы все-таки не обсуждали там распятых мальчиков или Снегири, или Черноморья, а все-таки обращали внимание на то, что у нас сейчас на востоке Украины происходят страшные дела, умирают люди. И если каждый попытается хоть что-то сделать для того, чтобы это прекратить, то, я думаю, возможно, что-то и получится. Сидеть дома и просто критиковать или опускаться опять же до уровня оскорблений очередного какого-то российского студента называть москалем или еще что-то точно к чему хорошему не приведет. А что они вам отвечают? Вы общаетесь с российским студентом? Да. Вы все это говорите, а какие у них настроения? Нет, общаемся мы не на эту тему, мы общаемся по поводу того, что в диалоге более конструктивно у нас, чем, допустим, на YouTube, на канале там между студентами. Пришли просто к выводу тому, что вот идет такая мощная пропаганда и все. А вот у них вообще какие настроения? Можешь оценить? Ну, оценить настроение там по 10-20 человекам сложно. Единственное, что вот вчера заходил в группу ВКонтакте «Типичный МГУ». Это один из тех университетов, к которому мы обращались. И в этой группе выложили видеообращение, видеоответ от студентов Калининградского университета. Вот, так просто вот по тем комментариям и по лайкам, которые собирают те комментарии, можно все-таки судить о том, что не все студенты вот так вот слепо верят тому, о чем говорят им из новостных каналов. А, то есть МГУ поддержал идею, да, в принципе, ВКонтакте? По комментариям, опять же, по комментариям те, которые там есть, там, в принципе, достаточно позитивные комментарии, в принципе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!